С залпом огонь. Вот и вот так командуешь. Сидишь. Нельзя, а то пуля прилетит. Шальные пули его не тронули. Хотя Павел Кондратов, командир четырех артиллерийских орудий, отвечал за передовую. Между ним и фашистам больше семи километров не бывало. На время войны, говорит, породнился с пушкой. И тащил ее через болото и чинил на ходу. Орудие, словно живое, отплачивало в бою. Самая мясорубка, вспоминает Курская дуга. Каждую минуту огонь, железо кипит, а следами людские трупы. Ну если расчет 6-7 человек, бывало двое или трое останется. Остальных стрельба-то идет. Ну ладно, если она там где-то разорвалась. Если снаряд прилетел, расчет тут, а снаряд вот тут разорвался. Ясно? Паразит. Не вышел из окружения он однажды, в 44-м году. Тогда и попал в плен в небольшой немецкий городок. Ему и тут повезло. Отбывал в рабочем лагере, строил бараки. А потом сбежал. В охране были одни старики. Своих немецких хозяев Павел Кондратов позже встретил еще раз. Уже в составе Красной армии и в статусе победителя. Сидит на скамеечке. Мы только подходим, он хрест на колени. Значит, боялся, что мы его убьем, что ли. Мы не это самое, не встань, всего-то, значит. Ненависть их солдатам вермахта Павел Сергеевич никогда не испытывал. У каждого свой приказ, объясняет он. Однополчан Кондратов навсегда запомнил молодыми парнями. На войну они уходили еще школьниками. А сейчас Павлу Сергеевичу 95 лет. Ну как вот вы молодые сейчас? Так и они были. Ну молодые. Хи-хи-хи, ха-ха-ха. О, ребята. Девчонок подсматривали. Ну а война? Война же. Война. Война войной, а любовь-то любовью. Из боевых товарищей у Кондратова осталось несколько человек. И один из них уже поздравил алтайского фронтовика с победой. 9 мая Павел Сергеевич по традиции встретит в строю ветеранов. Отдать честь войскам – негласный закон. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости. Будем в прошлый раз поздравить.